С рабочим визитом село Куркино посетила представительная делегация во главе с новым первым вице-губернатором Неницкого округа. За защиту населения на территории чрезвычайных ситуаций в Наринмаре вручили памятные медали МЧС России. Более 50 вопросов за 4 часа. В Москве состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. Об итогах по телефону из столицы расскажет наш корреспондент. С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Цепитова. Здравствуйте. 3 часа 50 минут. Именно столько длилась очередная большая пресс-конференция главы государства. За это время Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов журналистов российских и зарубежных СМИ. Почему Владимир Владимирович идет на выборы? Какова его предвыборная программа? Взаимоотношения России и США, развитие Арктики, укрупнение регионов и их закредитованность. Эти и другие вопросы волнуют представителей журналистского сообщества. На пресс-конференции работала и наш корреспондент Валентина Чибичек. Ей слово. Один из первых вопросов задала журналист из Сатарстана. Она привлекла внимание своим плакатом с надписью «Путинк Бабай». Она интересовалась, не планируется ли крупными регионами для решения национального вопроса. Владимир Путин заверил, что в национальном вопросе нет остроты, что в регионах необходимо обеспечивать равные условия для изучения родных языков, поскольку национальная культура – это гордость и богатство России. А что касается укрепления регионов, то Владимир Путин заверил, в таких планов у него пока нет и не будет, пока он находится на посту президента. Журналист из газеты «Коми Морис» поинтересовалась у президента, какие проекты арктическим регионам необходимо реализовывать, чтобы быть опорой и поддержкой государству. Владимир Путин сказал, что в первую очередь проекты должны обеспечивать экологическую и военную безопасность, а также не нарушать хозяйственные интересы коренного населения. Тот, который актуален и для Минского округа, завела журналист из дотационного региона из Новгородской области. Она пожаловалась Владимиру Путину на то, что у них в регионе не хватает средств на основные направления, в том числе на социальную политику. Также у региона имеется задолженность перед кредитными учреждениями в 2 миллиарда рублей. По словам президента, чтобы обеспечить регионам равные условия развития, как и ранее, доходы регионов будут выравнивать. А что касается долгов, принято решение реструктуризировать на 7 лет кредиты и задолженности субъектов. То есть все регионы, которые будут показывать хороший рост налоговой базы, смогут получить помощь на необходимые проекты. Еще один вопрос, касаемый и нашего региона, закрытие сельских парков, как способ оптимизировать расходы здравоохранения. Владимир Путин отметил, что в этом вопросе нужно сосредоточить внимание на создании новых форм недослуживания в малых поселениях. Например, использовать предвижные функции. Немало вопросов в главе государства в ходе пресс-конференции касалось защиты детей. Владимир Путин отметил, что ожидал такие вопросы, поэтому подготовился. Он взял с собой шпаргалки и объявил журналистам о мерах поддержки семей, которые будут запущены уже с 1 января 2018 года. Это и выплаты при рождении детей, продление срока материнского капитала и решение с устройством детей в ясельные группы. Согласно президентской инициативе, с 1 января 2018 года вводится ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до достижения им полутора лет. Размер выплаты достигнет прожиточного минимума ребенка, который будет выплачиваться семьям, чьей среднедушевой доход ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения. Вторая мера – продление программы материнского капитала и расширение возможности его использования. Так, средства можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка до достижения им полутора лет и использовать средства маткапа для оплаты услуг в сфере дошкольного образования уже с двухмесячного возраста ребенка. Кроме того, с 50 до 60 увеличивается число регионов, где семьи будут получать ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующего ребенка до достижения трех лет. Еще одна мера поддержки семей – субсидирование ставки ипотечного кредита. Сегодня она там, сколько она, за 10-12 процентов. Все, что свыше 6 процентов, будет субсидироваться государством. Норма будет введена с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сроки субсидирования при рождении второго ребенка – три года, с выдачи кредита – третьего – пять лет. По нашим оценкам, это в ближайшие годы охватит 500 тысяч российских семей. Также будет запущена программа по созданию дополнительных мест в ясельных группах для детей от двух месяцев до трех лет. Планируется, что за 2018-2019 годы будет создано 326 тысяч ясельных мест. За защиту населения на территории чрезвычайных ситуаций в Наринмаре вручили памятные медали МЧС России. Министерских наград удостоились два жителя региона. За многолетнее и безупречное служение делу гражданской обороны, а также защиту населения на территории чрезвычайных ситуаций памятные медали 85-летия гражданской обороны удостоили главу администрации Заполярного района Олега Холодова. Ведомственной медалью за содружество во имя спасения, за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиту населения и территории в чрезвычайной ситуации удостоили главу муниципального образования Великовисочный сельсовет Татьяну Жданову. Напомню, в этом году Великовисочный сельсовет стал заложником весеннего половодия. На территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации. Руководством сельского совета совместно со спасателями Главного управления МЧС России по Нинецкому округу был обеспечен полный комплекс мер по безопасному прохождению паводка. За содействие в деле защиты населения награжденных поблагодарил полковник Владимир Антонов. Поменьше чрезвычайной ситуации в жизни и на работе, ну и 2018 год МЧС России объявлен Годом культуры безопасности и жизнедеятельности. Поэтому главное управление выражает большую уверенность в том, что совместными усилиями мы добьемся высоких показателей достижения высокого уровня культуры безопасности и жизнедеятельности населения нашего Нинецкого округа. Александр Цывольский провел заседание антитеррористической комиссии. Особое внимание участники заседания уделили подготовке к проведению выборов президента Российской Федерации и обеспечению безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории Нинецкого округа. Александр Цывольский поручил завершить паспортизацию всех объектов, где будет проходить голосование и серьезно отнестись к устранению замечаний, которые могут быть выявлены в ходе проверок. Накануне голосования все участки проверят на предмет укрепленности, антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. Кроме того, в ходе заседания поставлена задача предусмотреть резервное помещение для голосования на случай нештатных ситуаций. Представители силовых структур, окружных органов власти и местного самоуправления доложили главе региона о готовности к обеспечению безопасности жителей округа в период новогодних праздников. В муниципальных образованиях утверждены перечни мест массового пребывания людей, площадки обеспечены системами видеонаблюдения. В настоящее время всеми ответственными службами выполняется комплекс профилактических мероприятий антитеррористического характера. В период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий в январе личный состав силовых ведомств будет переведен на усиленный режим несения службы. В режиме повышенной готовности планируют работать также медики. На дежурство с 20 декабря по 9 января выйдут дополнительные бригады скорой помощи. Благодарственное дежурство обеспечит и служба МЧС. Физкультурно-оздоровительный комплекс, школа и ферма. Эти объекты в селе Коткино сегодня посетили новый первый зам губернатора, руководитель аппарата администрации Ненецкого округа Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор по Ненецкому округу Александр Бебенин. Первый объект в Коткино, который посетил первый заместитель губернатора Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор по НАО Александр Бебенин, здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Его бесспорно можно назвать гордостью села. Общая площадь сооружения 895 квадратных метра. В составе ФОКО универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, зал для занятий настольным теннисом, тренерские комнаты, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения. Такой спортивный подарок сельчане получили в 2012 году. С тех пор спорт в Коткино стал действительно массовым. Вот сейчас у нас получилось за полмесяца 158 человек прошло. Сейчас я подвал документы в труд. На 15 число 158 человек посещили. Предпочтение жителей, каким видом спорта заниматься? Игровые? Волейбол однозначно. Индивидуальный, коллективный? Волейбол? Волейбол. Очень идут сейчас хорошо в тренажерные залы. Идут хорошо женщины в возрасте, пошли уже. Второй зрелый вид. Романтичный возраст вы назвали. Сейчас ФОК стал местом притяжения не только людей романтичного возраста, но и детей, молодежи и подростков. Здесь проводятся не только занятия спортом, но и сельские, межмуниципальные, спортивно-массовые мероприятия, соревнования и спартакиады. Следующий объект, который посетили в рамках рабочей поездки – общеобразовательная школа. Преподавательский состав, в отличие от сотрудников ФОКа, новым оборудованием похвастаться не может. По словам учителей, в школе не хватает элементарных, наглядных пособий для проведения уроков. То есть нет препаратов, нет гербарей, хороший гербарей, вот эта карта 78-го года. Не хватает учебных пособий не только учителю географии. При чем здесь интерактивная доска, если нет реактива? Нет, нет, я прошу просто вообще. Нет проверок, реактива, спиртового, ничего нет. По словам директора школы Нины Чумаченко, у учреждения просто нет финансовых возможностей, чтобы приобрести необходимые материалы для образовательного процесса. Но скоро ситуация исправится. Буквально вот с сентября месяца выделены были средства, спонсор нашелся, выделены средства были на кабинет физики, на кабинет химии. Там миллион 145 тысяч, но этих денег хватило только на один кабинет. В департаменте было сказано, приобретаем кабинет физики. Сейчас мы ждем зимник, нам по зимнику, я уже созванивалась, нам идет это оборудование. Ну а химия в следующую очередь. Надо немножко еще подождать. Действительно в том, что скоро в школе появится новое оборудование, подтвердил и руководитель департамента образования Илья Иванкин. Я хочу отметить, что в этом году мы закупаем за счет средств недропользователей пять кабинетов физики и пять кабинетов химии. В том числе в эту программу попала и школа в Коткино. Поэтому как только встанет зимник, туда придет новый кабинет физики и новый кабинет химии. Что касается географических карт и так далее, то эту проблему мы решим к первому сентября, к новому учебному году. С 1 января 2017 года округ, последний в стране, кстати, перешел на нормативно-подушевое финансирование. И чем больше в школе учатся детей, тем больше средств она получает. Это априори. Поэтому та школа, в которой учатся тысячи детей, и та школа, в которой учатся 41 человек, они получают совершенно разное финансирование. Отдельным пунктом в графике рабочей поездки в Коткино стал и сельскохозяйственный кооператив «Сула». Еще один современный сельский объект. Продукция предприятия – масло, сливки, сметана и творог – пользуются огромной популярностью не только у местных жителей, но и всех жителей региона. В этом году 240 буренок отметили новоселье. Переехали в здание новой фермы, где процесс содержания коров был максимально автоматизирован. Содержание рогат их беспривязное. Но к такой вольной жизни молочные красавицы поначалу не могли привыкнуть. Первое время между стоилами бегали, как олени, будто в коралле. Они понять не могли, зачем мы их привели сюда, и никто не привязывается. Но сейчас они уже и сюда не хотели заходить, мы их тут заволакивали. Стоит отметить, кооператив «Сула» в числе других хозяйств региона получает государственную поддержку в виде субсидий из окружного бюджета на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Такая господдержка дает возможность колхозу аккумулировать полученные из окружной казны средства и вкладывать в развитие собственного производства. После посещения сельхозобъекта первый заместитель главы региона Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор Александр Бебенин встретились с местными жителями, которые озвучили главные болевые точки в жизни села. Очень интересные вопросы люди задавали. Видно, что люди пришли со своими проблемами, очень давно накопившимися. Они эмоционально ими делились. Людей, даже молодых людей, волнует, что происходит у них здесь, в населенном пункте. И, наверное, некоторая критика даже, она не беспочвена, и властям есть над чем работать. Все это будет адвиксировано по итогам поездки, и мы обязательно каждым вопросом предметно займемся для того, чтобы снять и напряжение, которое есть, и в целом справедливое замечание по улучшению жизни людей учесть и воплотить в жизнь. Депутаты окружного собрания планируют сделать льготный проезд более доступным. На заседании постоянной комиссии по социальной политике парламентарий Александр Саблин внес законопроект, в котором предлагается закрепить права жителей региона на оплату льготного проезда, получающих страховую пенсию по случаю потери кормильца. В основе законопроекта обращение жителей округа, поступившее во время очередной рабочей встречи парламентарьев с представителями регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. В документе говорится, что в настоящее время граждане, проживающие в регионе и получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, не имеют права на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России. Согласно действующим нормам, компенсация расходов стоимости проезда предоставляется только лицам, получающим страховую пенсию по старости и инвалидности. Парламентарий предлагает урегулировать вопросы о компенсации проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года на территории страны получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца за счет средств окружного бюджета. Компенсацию предлагается установить неработающим жителям региона, достигшим возраста 55 лет и получающим указанную пенсию. В случае принятия законопроекта новая норма вступит в силу с 1 января 2018 года. Смотрите далее в выпуске. Товары на любой вкус. В Неринмаре развернулась универсальная кировская ярмарка. Обсудить проблемы сохранения и развития неницкого языка, а также поделиться опытом собрались учителя из города и национальных сел округа. Семинар, который проходил на базе центральной библиотеки, длился два дня. За это время педагоги познакомились с новыми стандартами обучения неницкого языка в школе. Семинар, который проходит ежегодно, является одной из форм работы с учителями, которую проводит Центр развития образования округа. Это необходимо для того, чтобы мы собираемся, общаемся, приезжают сюда молодые коллеги, которым мы, естественно, делимся своим опытом. Я, например, проводила для них, как говорится, открытый урок. Теперь по новым стандартам, как требуется работать. Завершится семинар заседания методического отдела в Центре развития образования, на котором подведут итоги за прошедший год. Натуральная косметика, экологически чистый мед, мясные деликатесы, разнообразные конфитюры, домашнее подсолнечное масло и многое другое. Все это можно купить в одном месте на Кировской универсальной ярмарке. Она уже открыла свои двери для окружных гурманов. Вятские деликатесы попробовала и наша съемочная группа. Не знаете, что подарить на Новый год и чем удивить гостей за праздничным столом? Приходите на Кировскую ярмарку. Здесь можно купить деликатесы вятских фермеров из мяса кролика, индейки и свинины. Это абсолютно чистая продукция, без красителей и усилителей вкуса. Это из свежего охлажденного мяса. Не из переморозки, не из заморозки. Именно идет свежее мясо охлажденное. Поэтому вкус мяса натуральный присутствует, а не от добавок. Я уже много лет вожу конфитюры. Я хотела бы снова обновить в памяти конфитюры, потому что они готовятся на пару при температуре 80 градусов без сахара. На патоке и пектине. Кроме пользы фруктов и ягод, в конфитюрах содержится еще пектин, такое вещество, которое тоже свою пользу несет. Он чистит организм наш от соли тяжелых металлов, ради нуклеидов, ядохимикатов. Также в ассортименте орехи и сухофрукты, домашнее растительное масло, разносолы, свежие корейские салаты, конфеты и мучные кондитерские изделия, молоко сгущенное и вареное, разнообразные чаи. В продаже есть и уникальные природные продукты пчеловодства от известного кировского пасечника Ларионова. В ассортименте имеются различные меда. Это липовый, кипрейный, гречишный, клеверный, донниковый, с прополисом. В это время года вообще полезен мед с пергой, либо перга с медом, так как в перге с медом содержится очень много витаминов и минералов, микроэлементов. Кроме меда в продаже имеется воск, прополис, подмор и забрус. На кировской ярмарке вы можете приобрести китайскую натуральную косметику и товары для здоровья. Уникальные омолаживающие маски, крема, бальзамы на травах, мази для суставов, массажные тапочки, лечебные магниты и многое другое. Все для вашей красоты и долголетия. Кировская универсальная ярмарка ждет вас с 11 по 16 декабря. В Кармановке по адресу 60 лет СССР 2А с 10 до 23 часов. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...